...решительно отвергает всяческую вину в гибели Великой. Государь Николай Александрович Николай II сказал, что если для спасения России нужна жертва, пусть буду ее я. Потому как нет той жертвы, которую я бы не произнес, во спасение России. Вот так вот он любил Россию, великую Россию. И действительно, Россия как была великая, так она ее и остается. Самое главное, что наши заступники, верные заступники, святые, великомученики, Николай Александрович, вся его семья, они каждый день ведут нас и показывают то направление, ту дорогу, по которой нам нужно идти, чтобы Россия крепла, процветала, была сильная и могучая держава. А то, что я говорила по поводу отречения от власти, любой юрист, маломальский юрист, он понимает, что официальный документ должен обладать определенными признаками такого официального документа. Почему? Потому что та бумага, копия бумаги, которую в учебниках по истории преподносили, как якобы отречение от власти, она ведь не имеет никакого юридического смысла. Это копия бумажки, подписанная карандашом, без соблюдения всех юридических и процессуальных необходимых процедур, форм. Поэтому эта бумага не несет в себе никакой юридической силы. Все это прекрасно понимают. И утверждение якобы об отречении власти. Знаете, это как сейчас пытаются некоторые переписать историю Великой Отечественной войны, историю победы в Великой Отечественной войне. Ну, то же самое было сделано, но только в 17-18 годах. Поэтому наглядно мы сегодня наблюдаем, как можно переписать историю тем, кто имеет карандаш при написании таковой истории. Поскольку никакого отречения, как сегодня видно, и сегодня все мы, многие, которые обладают юридическим познанием, юридической наукой, все понимают, что эта бумага никакой юридической силы в себе не несет. Продолжение следует...